Дамы и господа приветствую меня зовут Денис Зайченко и это будет краткий обзор NVMe накопителя E-Pacer AS2280P4 емкостью 480 гигабайт. Именно что обзор, а не краткий пересказ плюсов и минусов как обычно. Поэтому сразу к делу. Преимущество накопителя это цена. 2000 гривен или чуть более 80 долларов США за полтерабайта очень быстрой постоянной памяти 3D TLC Nano. Фокус в контроллере Fison PS5012E227. Недорогая и старенькая, но ультра хорошая модель из 2018 года с двухъядерным 28 нанометровым процессором от TSMC. Он поддерживает кучу фишек вроде шифрования AS256, но главное это не DRAM-less модель. И в роли кэша у нее чип Nani NT5CC 12816JR EK. 128 мегабайт DR3L частотой 1866 мегагерц. Форм-фактор накопителя 2280 ключ M. Заявленные скорости на чтение и запись 3500 и 2000 мегабайт в секунду соответственно. Заявленная производительность в IOPS 360 тысяч при размере блока 4К. Выносивость полтора миллиона часов наработки гарантия 3 года. Особенностью конкретно этой модели варианта на полтерабайта заключается в удвоенной скорости по сравнению с моделью на 240 гигабайт, которая хоть и должна быть оснащена тем же контроллером с поддержкой все той же PCI-Express 30X4 имеет скорость порезанную в дважды. И последнее внешний виду накопителя перевернутый. Ключ слева, отверстие под крепеж винтом справа. И это странно, потому что у преимущественного большинства накопителей наоборот. И материнка под это рассчитана. В общем, все надписи будут вверх тормашками. Ну а теперь к тестам. Они проводились в сборке Iron Game от Kiew IT. Ссылочка в описании. Мать Асустав B450. Процессор AMD Ryzen 5 3600. Да, под такой набор пору заиметь модель на PCI-Express 4.0, но что имеем, тому и рады. После инициализации в системе из 480 гигов остается 457 и 835 мегабайт. Скорости на ваших экранах в данный момент. Обещанные точно 3,5 гига в секунду на чтение и 2 на запись я не получил даже в Crystal Disk Mark. Было 3450 и 2600. Я не жалуюсь, тут не на что, просто сообщаю. Остальные показатели вполне привычны для соответствующих бенчмарков, а графики очень даже симпатичные. А вот тесты на реальных файлах будут в текстовом обзоре, в описании под видео. Заходите, смотрите, потому что там не все так однозначно. Подводя итоги, накопитель хорош. У E-Pacer AS2280P4 есть и суперскорость, суть мейнстримный потолок, есть и выносливость, и емкость солиднейшая. А цена всего в 4 раза выше за гигабайт, чем у жесткого диска, что в связи с несторазмерностью скоростей просто великолепно. Поэтому SSD получает в нашу награду супер производительность и разумеется нашу рекомендацию. Если вас интересовал накопитель, в чем я не сомневаюсь, ссылочки на покупку будут в описании под видео. Также не забудьте про лайк, подписку и колокольчик. А в комментариях не забудьте написать, планируете ли покупать накопитель на PCI-Express 4 версии. Или нафиг надо. За всем отклонением с вами был Денис Зайченко. До связи, дамы и господа. До связи.